Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня пятница, 17 февраля. Блогеры с Перми, сотрудник КГБ, бывший следственный работник, опальный Бессонов Алексей Борисович. Ну, я вот-вот что хотел сказать, что фактически вот та система государственного устройства, которая была, создавалась в 90-е годы, она безусловно подошла к концу. Фактически стабилизационные фонды, это все понимают, хватает весов на 8, уже открыто об этом говорят. Уже сегодня Путин принял законы, которые отменяют Конституцию положением, о митингах, допустим, да, два раза провел несанкционированный пикет, получаешь срок и так далее. А дальше пропасть, да, пропасть, из которой, конечно, хочется выйти наименьшими потерями, да, так сказать, при помощи выборов и так далее, но ведь выборы они тоже отменили. Во всем мире все парламентские кризисы, конституционные кризисы, они, что называется, разрешаются на выборах, правительство уходит в отставку, объявляют выборы, но они создавали систему такую, провели приватизацию, устроили войну в Чечне, мафизировали всю экономику. Они понимают, что от власти они не могут уйти, если они уйдут, все вскроется, и взрывы домов, и мое дело вскроется, когда руководство ФСБ при помощи бандитов решало там, и убийство было, покушение и так далее. Вот у нас есть полковник КГБ, бывший, сейчас адвокат, очень порядочный, совестливый, честный человек, Михаил Иванович Трипашкин. Он вообще герой, объясняю, почему. Они в 95-м находили схроны, когда Ельцин пытался взрывать дома, чтобы отменять выборы президента. Они находили эти схроны, он требовал, чтобы сажали, расследовали, его тоже пистолеты подбрасывали, сажали в тюрьму ни за что. Таких судеб десятки людей, честных, порядочных очень много. Ну, фактически, та система власти, они создавали, она пришла к тупи, к концу. Они это понимают прекрасно. И почему сегодня меняют губернаторов на более молодых? Ну, потому что молодой человек, он будет выполнять приказы, что называется, не задумываясь. В то время, как старые опыты, как губернатор, они, так сказать, начнут понимать, кучковаться начнут, начнут, так сказать, все-таки страховать одно место, потому что они понимают, что если это все рухнет, это неизбежно рухнет, потому что фактически бюджетов нет. Друзья мои, ничего нету, степень мафизации дошла до ручки. Так, знаете, воровать надо не с убытков, а с прибылей. Ладно, там вороюсь, там 10% бюджета, 5-3% плохо, но, в принципе, так сказать, все накормлены, напоены, как-то что-то и так далее. Эти просто, так сказать, не способны. Более того, кто пришел сегодня к власти? Что, посмотрите, Единая Россия, что такое? Это же сборище уголовников, подонков, насильников и так далее. Более того, что с ним разговаривают? У нас, так сказать, они одели костюмы, строят там из себя каких-то умников. Ну, где они учились? Что они там, что один из фак провинциальный закончил? Что, у нас историческая наука была, что ли, в 90-е годы, когда пересказывали всю эту сказку про какие-то там репрессии сталинские и так далее. 1937 год неизбежен в России. Хотя неизбежен, потому что эту элиту надо убирать немедленно от власти, иначе все погибнем, понимаете? Ладно бы там была, так сказать, элита, с которой можно было бы договариваться как-то, приходить, говорить вот советское там, с ним можно было договориться, так сказать, сказать, что, ну, ладно, вы наворовали, но надо же жить, надо же строить предприятие, нужно же сажать нормальных людей к управлению допускать. Вот Михаил Иванович, пускай ФСБ возглавляет, почему не возглавляет? Он заслужил, его надо пригласить, прийти, поклониться, сказать, давай возглавляй, сажай, наводи порядок, нам нужна нормальная система безопасности, а не вот эту вот ерунду, которую они устроили. У нас нет системы безопасности. Я с ними ругался там в Москве, блатных детей набрали, он даже в армии не стоял, ему папа еще письку подтер, губы уютил, привел туда, и посмотри, что они вытворяют, эти мальчики, миллионами разворовывают. Конечно, не они сами, никого ума даже это не хватит, там папы стоят за ними и так далее, они просто на побегушках. Поэтому все развалено, все уничтожено, фактически начинать нужно с нуля, но ситуация же страшная, вы же прекрасно видите, что сейчас с них начнет Трамп требовать уступки, или Крым, ну, почему они не берут, не вводят войска на Украину? Они понимают, что не подтянут, у них бюджеты трещат. Зачем они конфликты устроили? В Сирии, на Донбассе, это как раз, чтобы нефтепроводы, так сказать, не были, не шли в обход. Ну, Трамп разрешал сконсервировал скважины и будет добывать внутреннюю нефть внутри в Америке. Это значит, что упадет нефть до 9-8 долларов, а это вообще катастрофа, понимаете? Поэтому, друзья, мы, поэтому они сегодня вспомнили о Сталине, заговорили, так сказать, более-менее нормально, что у него была многоглавная экономика. 24% роста был процент экономики в 4-й пятилетке, да? То есть, фактически за 3 года экономику восстановили. К 48-му году, они даже война не заметили, к 48-му году все было уже восстановлено, понимаете? За 10 лет он создал экономику, так сказать, ну, потому что мужик был не глупый и умный, он не был никаким тираном и гением особо не был, просто был нормальный, мощный управленец, нормальный мужик. Не воровал, так сказать, и другими давал. Вот. Ну, а эти негодяи же, посмотрите, что натворили. Это началось все с Горбачева, с Хрущева, с этой вот сволота, которая приходила к власти, таких, как я, Михаил Иванович, их выдергивали из системы, системы управления, почему? Мешали воровать, мешали, так сказать, а для чего нужна проходительная система, чтобы воровать правильно или ничего не спили с ними и так далее. Поэтому катастрофа неизбежна, к сожалению, к великому сожалению. Конечно, не хочется никакой крови, ни к катастрофе, ничего не хочется. Ну, по-другому как? Ну, если нет производства. 70 тысяч предприятий было уничтожено. Вот это, ладно, я живу в Москве, я в Перми, миллионные города. А вы заедьте вот в города, в районы. Вот Росискизил, Губаха, Часовой, в Часовом завод снова закрыли. Люди вообще вымирают, люди вообще выживают. Там все разрушено, все, абсолютно все. Несудебная система. Какие тут выборы? Кто тут серьезно все это воспринимает? Поэтому, друзья мои, ну что, нужно объединяться, объединяться, так сказать, создавать какие-то фронты на законных основаниях, организации и так далее, спасать страну, самих себя спасать, семьи спасать. Потому что эта власть ни на что не способна. Они даже воровать не умеют. Потому что они воруют, это не воровство, это просто глупость. У них даже ума не хватает воровать. Безграмотные, тупые и малообразованные. Спасибо. Ваш Бессонов Алексей Борисович.